Аккумуляторы Рассматривать мы будем аккумуляторы, используемые в легкой бытовой электронной аппаратуре Никель-кадмиевые аккумуляторы были созданы шведским ученым Вальдемаром Юнгером в 1899 году Однако на тот момент были относительно дороги Да и к тому же не являлись герметичными При зарядке аккумулятор выделял газ Лишь в середине прошлого века удалось создать никель-кадмиевую батарею с замкнутым циклом Выделяющиеся при заряде газы поглощались самим же аккумулятором Аккумуляторы этого типа имеют никелевый анод и кадмиевый катод Никель-кадмиевые аккумуляторы пользуются заслуженной популярностью у потребителей во всем мире Кроме того, они относительно легкие и энергоемкие Никель-кадмиевые аккумуляторы надежны и долговечны Их можно хранить до 5 лет, а заряжать при правильном использовании до 1000 раз Хорошо работают при низких температурах и легко выдерживают большие токи разряда Могут заряжаться как малыми, так и большими токами В аккумуляторах есть такое свойство, как эффект памяти Эффект памяти является следствием нарушения внутренней структуры аккумулятора В нем начинают расти кристаллы, уменьшающие эффективную поверхность и соответственно емкость аккумулятора Своё название эффект получил из-за того, что особенно быстро кристаллы растут при неполной зарядке аккумулятора Он как бы помнит, до какого уровня его разряжали в прошлый раз Если аккумулятор был разряжен, скажем, только на 25%, то очередная зарядка восстановит его емкость не до 100%, а меньше Для борьбы с эффектом памяти аккумулятор рекомендуется перед зарядкой разряжать полностью Использование никель-кадмиевых аккумуляторов оправдано и сейчас Благодаря низкой стоимости, долговечности и возможности заряда при низких температурах без отрицательных последствий для аккумулятора Никель-кадмиевые аккумуляторы используются в различной аппаратуре как замена стандартного гальванического элемента Особенно, если аппаратура потребляет большой ток Несмотря на развитие других электрохимических систем и ужесточение требований по экологичности Никель-кадмиевые аккумуляторы остаются безальтернативным выбором для высоконадежных решений с большой удельной мощностью Например, фонари для дайвинга Также аккумуляторы применяются для питания портативной аппаратуры Сотовых телефонов, компьютеров, техники осветительных приборов, игрушек, ну и многого другого Продолжение следует...